всем добрый день сегодня мне нужно будет изготовить топливный штуцер со слов человека я набросал тут небольшой рисунок я именно и говорю что пересуны потому что на экскиз это не очень похоже и так диаметр рабочий под хомут 12 миллиметров я уже давно отказался от штуцеров типа ежика елочка ну как как угодно можно назвать и перешел на вот такие автомобильные то есть впереди полосфера потом рабочий диаметр под непосредственно шланг и обжимку хомутом так полосфера диаметром 13 миллиметров общая длина рабочей части 25 миллиметров диаметр отверстия 16 миллиметров также условно полусфера и здесь нужно будет произвести фрезерную работу чтобы плоскость была выдержана в размер 15 миллиметров стараюсь подобной работой выполнить все на своем станке чтобы не отвлекать фрезеровщику который так завалена работой но и чтобы быстрее сделать и отдать человеку и так что первое я сделаю это обработаю штуцерную часть отверстие нужно будет просверлить на диаметр восемь с половиной миллиметров длина сверления 25 миллиметров использовать я буду 27 шестигранник почему вы узнаете позже так обороты 605 подача подача 0 3 вначале я подрезаю торец выравниваю делаю центрирующий заточку для сверла сверлю затем обрабатываю наружный диаметр резец проходной упорный 5 к 10 смена инструмента полусферу и рабочую часть для шланга я буду обрабатывать долтельным резцом с радиусом 2 с половиной миллиметра чтобы не было подреза я с этой стороны оставляю радиус тем самым выбирая концентратор напряжения который из-за которого штуцер может просто обломиться 25 миллиметров снимая фаска которая послужит условным закруглением уменьшением габаритов у этого штуцера есть еще одно название но она неприлично поэтому я его не буду произносить и отрезаю общую длину 51 миллиметр половина работы выполнена мне нужно просверлить отверстие расточить его и торцануть одну плоскость семь с половиной миллиметра с каждой стороны я торцану три с половиной миллиметра от семи с половиной которые необходимы полностью торцевать не буду потому что во время сверления возможно смещение детали и торец может уйти поэтому сейчас сверлю предварительно восемь с половиной замена сверла на диаметр 15 миллиметров снижая обороты до 400 за счет а а а а а а а а а и а а а Так, все, одна сторона у меня старцована. И теперь я должен расточить просверленное отверстие на диаметр 16 мм. И сделать, сразу сделать выборку, заглубившись на 4 мм. Для этого я буду использовать вот такой вот самокальный резец R6-M5. Сверху поджимаю бывшим отрезным резцом. Чтобы плоскость зажима была. Обороты снижаю до 180-5. Геометр 16 выдержан. Теперь я делаю заглубление. То есть диаметр заглубления будет 20 мм. Толщина стенки с обеих сторон по 3 мм. Все, росточка завершена. Дальше мне нужно обработать вторую плоскость, чтобы выдержать размер 15 мм. Ну и тут, конечно, жуткий золосенец. Засверли из-за сверла на выходе. Ну это, в принципе, обычное дело. Подрезать я должен также 7,5 мм. И теперь, чтобы не ловить плоскость, я воспользуюсь внутришпиндельным упором. В предыдущем видео Владимир Гавриков просил мне показать подробности, как выглядит этот внутренний шпиндельный упор. То есть тут ничего такого особого нет. Вот это родная переходная гильза и хвостовик от бывшего заднего центра. То есть я заглушил, чтобы иметь возможность спокойно выбивать. И здесь засверлил отверстие для будущих упоров. Ставится шпиндель. И буду использовать этот упор. Кстати, упоров может быть любое количество или любые размеры. Вот то, что я использовал. То есть это помогает тогда, когда у кулачков нет выточки. И не хочется ее делать. Поэтому в этом случае упор – это спасение. Ну, в моем случае я буду использовать этот упор. И я надеюсь, что он обеспечит мне плоскость для того, чтобы обработать вторую сторону. Не мучаясь с выставлением этой самой параллельности. Это на какое топливо это? На миксерпесе будет. Ну, просто штуцер топливный, фильтр. Ага. Все, погнали. Да, 15 миллиметров. Все в порядке. 15 миллиметров я выдержал размер. То есть плоскость, параллельность соблюдена. И следующее, что я должен буду сделать – это облагородить внешний вид. Для этого я аккуратно зажму за обработанный штуцер. Подожму задним центром. Обработан наружный диаметр до 26 миллиметров. И галтельным резцом обработаю торец. Они предупредили оппоненты, которые нам нужно сделать. ОН. Тут – это Dave của conduct. И сл early. Продолжение следует. Я там, я говорю. Ну и все, этого достаточно. Сейчас снимаю острые кромочки и работа можно будет считать выполнена. Ну и все, работа завершена. То есть все на токарном станке, на ваших глазах, не прибегая к помощи фрезерного станка. Ну то есть работа элементарная. Вариантов выполнения подобной работы может быть великое множество. Все зависит от возможностей, от фантазии специалиста, который подобной работой будет заниматься. Ну я вот выполнил вот таким вот образом. Все, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok